Друзья мои, с праздником вас, преподобного Сергия Радонежского! Даже с трудом себе можно представить, как обеднел бы мир, как оскудела бы русская история, если бы не было преподобного Сергия Радонежского. В памяти преподобных у нас в церкви всегда зеленое влачение, а иконочку преподобного Сергия мы убираем всегда цветами. И наши девочки сегодня сделали такой замечательный венок. И это не случайно, что рядом с ликом преподобного Сергия зелень, цветы, и такое чувство, что от прикосновения этого человека все вокруг расцветает. А все потому, что Святым Духом всякая душа живится и чистотой возвышается, светлеется троическим единством священной тайны. Святым Духом всякая душа живется. Как и в молитве Царя Небеса мы тоже говорим о Духе Святом, как о жизни подателя. И в народе говорят про добрых людей, что у них под руками все отцветет. Вот человек с добрым сердцем воткнет веточку в землю, и она и привится, и заколосится, и все у него растет, и всего у него много вот такого человека. И вот преподобный Сергий Радонежский, который пришел в наш мир как дар Божий, как помощник и утешитель, и вдохновитель русских людей, явился в одной из самых сложных эпох нашей истории, когда люди были погружены в такое отчаяние и настолько устали от насилия многолетнего, векового насилия, как это бывает с человеком, которого постоянно бьют, его уже перестали, может быть, бить, издеваться, а он просто уже реагирует, знаете, даже на взмах руки, на строгий взгляд, как будто бы у него поставили синяк. Есть такие затравленные люди, которых с детства угнетают, над ними издеваются, они устали от боли. Вот представьте себе, что такой была наша страна, которую на протяжении столетий грабили татаро-монгольские орды. Люди уже привыкли к рабству, они боялись поднять глаза. И вот в такой период, когда надо бы, может быть, поднять людей на освободительную борьбу, или, может быть, создать какой-то государственный проект защиты, процветания, преподобный Сергий Радонежский, ангел русской истории, вместо того, чтобы пойти на государственную службу и принести там большую пользу своей стране, он уходит в пустыню Радонежскую, в густые Радонежские леса. И там два года в одиночестве молится, трудится очень много, крепко, постится, кушает какие-то сухарики, корень не собирает в лесу. И даже этими сухариками он делится с медведем. И для меня это самое дорогое изображение преподобного Сергия, потому что это знак плодоносности, где святые люди, там всегда рядом живое. На Афоне все монастыри утопают в кошках, сплошные коты повсюду. Там, где появлялись у нас монастыри, в древности, на Руси, на севере, казалось бы, голый камень Соловки, Белое море, не доплывешь до него. А это был хозяин всего севера. И вот в пустыню приходит преподобный Сергий носитель Духа Святаго, дара Духа Святаго, и вокруг него все расцветает. Вы съездите сейчас в Сергиев Посад, посмотрите, что это за пустыня. Это же просто какая-то золотоглавая крепость, дворец. Там, где появлялся монастырь, там сразу появлялся рядом город, поселение. У людей появлялась работа, дети рождались, казалось бы, монахи. Они же уходят от мира, они же должны быть сухарями. Они должны все вокруг себе высушивать. Нет, вот он уходит в пустыню, чтобы превратить ее в оазис. И в пустыню русской истории Господь посылает таких людей всякий раз в каждую эпоху, чтобы наше высушенное безбожиим пороком, трусостью время удобрить дарами Духа Святаго, чтобы тут появилась жизнь, зазеленели травы и цветы. И поэтому знак преподобного – это зеленый цвет облачения. И преподобный Сергий Радонежский, который бежал от людей, уходил в пустыню, вместе с тем так много сделал, такую прекрасность создал монастырь, к нему тянулись люди. Появилась иконописная школа Абрилея Рублева, там со временем появилась духовная академия, воздвигнуты были прекрасные храмы, образцы зодчества, ученики преподобного Сергия разошлись потом, впоследствии, по всей Святой Матушке Руси и основали несколько десятков, если не сотен монастырей. И сам преподобный Сергий Радонежский основал несколько монастырей. А куда приходили монастыри, там появлялась и письменность, и культура, и землю начали обрабатывать, и возводили прекрасные соборы, какой, посмотрите, Кирилл и Белозерский монастырь. Савин и Старожевский монастырь, это все ученики преподобного Сергия Адонежского. Их было очень много. И они украсили землю, она зазеленела, расцвела цветами. Процвела из пустыни, как и Рим Господь. Человек, который живет в Духе Святом, который ходит перед Господом, он все вокруг себя делает живым. Он приумножает жизнь. Он источник многообразия. Вот такой удивительный парадокс. Казалось бы, наоборот, должно быть все. Нет. Тот, кто с Богом живет, кто Бога в себе носит, тот украшает жизнь. И наоборот, если стоит только нам отвернуться от Господа, человеку или народу, ты еще какое-то время будешь жить по инерции, от того запаса, что ли, который в тебе еще хранится и действует. Но рано или поздно ты придешь к опустошению. И все вокруг себя начнешь превращать в пустыню. И наше безбожное время, наверное, самое серьезное тому доказательство. После революции 17-го года, когда были просто подрублены корни жизни церковной, жизни в Боге, казалось бы, такие прорывы в науке, в производстве Советский Союз показал. В конце концов, оказалось, что на атеизме, на безбожии может продержаться одно, максимум два поколения. Потом начинается неумолимое вырождение. И люди начинают самоубиваться, перестают рожать детей, города зарастают кровой, производство падает. Все достижения наши, выдающиеся, которым мы так гордились, бросая вызов Богу, они ссыпятся. Потому что еще на каком-то запасе, который нам люди, жившие Духом Святым, мы еще продержались несколько поколений. А дальше начинается вырождение. Мы начинаем ум. умирать и гибнуть. И точно так же гибнет человек. Этот закон действует и в нашей биографии, в личной биографии. Стоит только отвернуться от Бога, от церкви, ты еще какое-то время продержишься, а потом начинается опустошение. Этот же закон действует в истории нашего рода и семьи. И если в роду нету молитвенника, если некому помолиться за усопших и за живых, постепенно, казалось бы, благополучный, породистый такой род с большой историей начинает усыхать, вырождаться. И через несколько поколений уже нету никого, даже некому упомянуть покойников. И то же самое правило действует относительно народа и государства. С этим нельзя шутить. И верность этого правила уже доказана была неоднократно, а мы все равно дерзко становимся на этот путь безбожия и все равно самоубиваемся. Сколько же можно учиться, сколько можно сидеть на второй год оставаться в одном и том классе. Но Господь к нам милостив и во всякую такую эпоху, когда приумножается грех, когда люди становятся на веселую широкую дорожку безбожия, Господь им посылает таких удивительных людей, как преподобный Сергий Радонежский. И у меня есть большая надежда, что и нашему поколению заблудившемуся, осуетившемуся тоже Господь пошлет такого человека. Может быть не такого яркого, может быть это будет не такой поясник, подвижник. Но как в древности преподобные отцы кормили медведей, львов, а потом в Оптиной пустыне у старцев были просто коты и соловьи. И один из старцев, старец Николай говорил, что в древности святые были великими, поэтому у них были львы. А мы люди скромные, у нас кошки. Поэтому может быть и скромны, но Господь все равно посылает нам людей, которые скромно молятся и оживляют все вокруг себя. Эти люди есть. И на них держатся и наши семьи, и наши рода, и наш народ, и наше государство. Вот это подлинные тайные кормча нашей истории. Тайные вожди и молитвенники за наш народ, как и преподобный Сергий Радонежский, вокруг которого все цветет и всегда будет цвести, украшаться цветами. И мы тоже, друзья мои, от щедрости сердца, от тех, может быть, небольших даров, которые мы способны еще унести, должны вокруг себя сеять красоту, доброту, многообразие, благословлять этот мир и жить так, чтобы вокруг нас, рядом с нами, людям дышалось легче. Чтобы они утешались от нашего тепла, от нашей доброты, хотя бы чуть-чуть, и тем самым мы станем в скромный ряд учеников нашего великого старца, преподобного Сергия Радонежского. Аминь. Напоминаю, что сегодня день ангела нашего схимника отца Сергия и дьяконы Сергия. Вспомните, у кого в роду есть сережки, может быть, живые, может быть, усопшие, дедушки, прадедушки, помяните их в своих молитвах, а живых обязательно поздравьте. Может быть, открыточку пошлите, позвоните, или внезапно придите в гости с пирогом и с пляшкой. Благословляйте. Благословение Господне на вас, того благодать и чертолюбие, всегда на ней и пресно, и во веки веков. Аминь. Аминь.